Привет, мои хорошие! С вами Селена Сэй, и сегодня я хочу с вами поговорить о важности ароматерапии в жизни. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, девочки мои, как давно я хотела снять это видео. Вы не поверите, я каждый день об этом думала. Думаю, ну когда же я соберусь и сниму? Потому что каждый день я испытываю это чувство. И вы знаете, это у меня произошло не совсем с таких давних пор, да? То есть, наверное, месяца как 4-5 назад я стала замечать на запахе. Стала замечать, что мне нравятся какие-то запахи, да? То есть, не то, что нравятся, есть запахи, которые никак не нейтральны, никак тебя не трогают. А есть запахи, которые поднимают тебе настроение, да? Я стала обращать, и вы знаете, стала обращать это на своих уходовых средствах по волосам. То есть, у меня был спрей после того, как я выйду из душа. Я спреем сбрызгиваю голову, у меня был спрей-даф. Он мне очень нравился. И еще мне также посоветовала девочка, очень классное масло. Я о нем уже много раз вам говорила. От Шварцкоп. Тут уже почти нету, я буду снова его покупать. Она говорила о том, что очень приятный запах, купи. Я его купила. У него действительно очень приятный запах. Причем он такой вот яркий, да, запах. Но когда вы его наносите на волосы, когда вы уже посушили, и вот вы ходите в течение дня, он вас не покидает. Действительно такой вот запах и аромат, который, вот, ну, свежесть. Аромат. Это я не знаю, вот. Просто очень-очень сладенький и классный запах. То есть, который действительно поднимает настроение. И когда я себе купила другое масло и другой спрей, думаю, вот попробую, да, и маску. Вот, например, спрей себе купила из этой серии и маску такую же. Девочки, я вот прям даже жду, когда оно закончится. Я уже всем говорю подругам, всем пользуйтесь, пользуйтесь, только чтобы оно закончилось. И маска эта. Мне вообще не нравятся запахи. Они никакие. Они не отвратительные, но они никакие. Они, нет, вот это даже не очень даже вкусно, да. И также у них Glisskur, чего я не понюхала, я вообще не понимаю. Ну, просто взяла-взяла, да, Glisskur, вроде неплохая фирма. И также у них вот такой еще есть восстанавливающий. Тут цвет какой-то стал странный. Тоже мне не нравится. Ну, это тоже типа масло. Вообще, ну, запахи просто отвратительные. Я не понимаю. И после этого я начала замечать, что запахи очень важны. Что они поднимают настроение. Что они задают тон дню. То есть вот если я купаюсь, да, и я чувствую на себе вот эти запахи. Что я купила, кстати? Я уже не стала ждать, пока оно все закончится, потому что это невозможно для меня. Я купила себе понтин, и я все поперепробовала, все поперенюхала. Действительно, вот понтин, он классненький. У него свежий, такой сладенько-кисленький аромат. И вот прям, правда, им вот просто уже начинаешь пшикать волосы, да, после душа. И тоже чувствуешь себя просто на высоте. Просто уже это происходит. Это свежесть, это эти запахи все впитывают тебя. Замечательно вообще. Понтин мне нравится, я одобряю. Запомните вот эти вот все. И вообще нюхайте все, прежде чем покупать. Дальше, что я могу сказать? Отличие от чего я купила недавно. То есть до этого я пользовала Johnson's Baby. Мне нравится его запах, хороший для тела, да. Тоже это, считайте, каждый день, да. Вот вы после душа выходите, я вот, например, смазываю все масло. У меня куча разных кремов, но я поняла, что масло мне больше всего нравится. У меня до этого было кокосовое масло, и оно не пахло так, чтобы, знаете, прям как-то особенного или что-то, да, мне там понравилось. И Johnson's Baby мне очень нравится, оно для детей тем более, и пахнет очень вкусно. Но недавно я купила в магазине, в индийском магазине. У нас в Ростове это Мега Маг на Варшиловском. Вот там, где Ашан, короче, на Варшиловском. Там есть магазинчик индийский. Я спросила, есть ли у вас кокосовое масло. Вот они мне дали кокосовое масло. Девочки, какой у него аромат! Реально, вот кокосик, реально, ты оказываешься где-то на островах, я не знаю. И это постоянно, это так круто. Я прям им и лицо, и прям и кожу, все, я прям готова все им мазать. И еще одна девочка-блогер рассказывала, что его можно наносить, перед тем, как вы будете мыть голову, наносить его на час, на два, на кожу головы. И потом смывать, именно о кокосовом масле. Я еще так не пробовала, но запах бесподобный. Я вот после душа вышла, я намазалась, и самое что интересное, что он держится долго. Вы понимаете, вы идете и постоянно подписываетесь вот этим приятным запахом, который что-то там в мозгу, я уверена, но что-то делает. Дальше мне очень понравились из одной фирмы, ссылочку оставлю внизу, это блеск для губ. Он обычный блеск для губ, бесцветный, да, то есть он защищает от ультрафиолетовых лучей, смягчает кожу, в общем, такое все. И у него очень приятный ванильный запах. Тоже, если я им намазала, то есть он не так, чтобы, знаете, там раз запах, там и все, вы пошли, ничего не пахнет. Нет, он прям пахнет, пахнет на протяжении всего дня. Мне очень нравится ванильный запах. Такой же ванильный запах у Avon, очень похоже, только тут с цветами, естественно. Вот на мне сейчас этот цвет и еще блеск тоже, который я вам расскажу, вот Шири Машири. Тоже, девочки, такой замечательный запах вообще. Блесков очень сложно, да, вот тоже найти какие-то, чтобы прямо они были классные. Но Шири Машири, ни одна я уже обратила на это внимание, потому что, когда мне говорят о Шири Машири, говорят, ой, у них блески, у них такие запахи. Просто замечательные, вот. И я попробовала, вот сверху у меня здесь блеск, вот эта губная от Avon. Непонятно, какой номер. И сверху блеск. Вот. Они тоже очень прекрасно пахнут. Мне это нравится, я их выделяю. Есть очень много-много косметики, с которой с таким ароматом, как бы, ну, нейтральным, да. Я их не выделяю, я выделяю только вот сейчас то, что действительно, действительно запало, и я зацепилась. И почему это запах? Это важно. Конечно, запахи у всех разные, у всех разные вкусы. Ну, просто важно, что если вы можете что-то понюхать, нюхайте. И если выбирать, то лучше выбирать с запахом что-то, который вам приятен. Причем, знаете, бывает самое интересное. Бывает запах, когда вы его понюхаете, он приятен. А в использовании он может быть вам неприятен. Поэтому это тоже очень важно. Я сейчас говорю о том, что я уже использую, и что я знаю, что мне приятно точно. А не так, что я понюхала там, да. Ну, такая зубная паста, которая покорила меня. Она от отбеливания, да, я хотела ее отдать. Мне отбеливания не нужно. Но она покорила меня своим запахом. У нее очень мягкий, мятный, свежий такой вкус, сладкая мята. Вот как жвачки, орбит или еще что-то. Прям, ну, необыкновенный. Необыкновенный паста, я не знаю. Но мне она очень понравилась. Также я вместо, знаете, там, каких-то кремов, которые, да, там, с вишней, с персиком, там, суфлей и так далее, я пробовала все это. Все, им намажешься, да, и буквально через, там, 5 минут уже нет никакого запаха, да. Вот я предпочитаю еще... Ну, эти тоже, кстати, вот то, что я сейчас вам говорила, это то, что действительно держится на протяжении долгого времени, вы это ощущаете, да. Вот такие еще я покупала в Диваж, но они, по-моему, не очень долго держатся. Это гель для душа и молочко для тела после душа. Они идут парфюмированные. То есть такая же туалетная водичка у меня есть. Они действительно приятные запахи, классные, но, насколько я помню, почему, ну, как бы, перестало, да, они лежат, как бы, я даю предпочтение чему-то другому. Потому что они не очень долго держат свой запах и аромат. То есть он становится настолько такой тонкий, еле уловимый. А я люблю чувствовать. То есть я уже поднимаюсь этим настроением. И выделяю еще гель для душа. Самый простой. Камэй. Я тоже себя поймала на мысли. Он у меня стоял. Я никогда не обращала внимания. Вот такой вот розовенький камэй. Что у нас здесь? Клубника со сливками для нежной и гладкой кожи. Не обращала особо внимания. А потом моя подружка пришла ко мне как-то и помылась там камэй. Она выходит, от нее такой аромат. Я говорю, чем ты помылась? Она камэйком. У нее что-то начала обращать внимание. И тоже, когда раскрываю ее в душе, я понимаю, что просто бесподобный аромат камэй. Вот. Итак, мои хорошие. Я вам рассказала все косметические средства, которые поднимают мне настроение. Которые создают вот эту вот ароматерапию. Хорошее настроение задают тон дню. И, я не знаю, какие-то приятные впечатления в голове. Я считаю, что в жизни это очень важно. Очень. Я, например, себя не так уж хорошо чувствую, если какой-то из этих средств было бы плохо пахнущее. И не было никакой замены. Я чувствую себя дискомфортно уже. Я вот прям на этом зациклилась. Для меня это очень важно. И что могу сказать вам? То есть я поделилась своими вещичками, которые мне очень нравятся, запахи и так далее. И я бы хотела, чтобы вы поделились в комментариях. Обратите внимание, что у вас есть дома. И что действительно вам нравится запах в процессе пользования. Вы всегда, когда прибегаете, прям вот какое-то наслаждение получаете. Скажите, пожалуйста, какие это средства. Потому что я хочу окружить себя вообще запахами приятными-приятными вокруг. И если вы со мной поделитесь чем-то, то я, может быть, тоже себе приобрету все это, если у меня этого еще нет. И попользуюсь. И давайте обмениваться таким, с помощью запахов, обмениваться таким хорошим настроением, хорошей энергетикой между друг другом. Так что я жду ваших комментариев, жду ваши любимые запахи, ваши любимые косметические средства с суперскими запахами. С вами была Селена Свей. Оставьте лайк, если мое видео было вам полезным. Подписывайтесь на мой канал. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока.